Друзья, я приветствую всех и приглашаю сюда к сцене тех, кто прошел школу сверхъестественного. Всех, кто был, давайте мы их поприветствуем. И кто служил также, тоже выходите, пожалуйста, кто служил. Мы тоже хотим за вас помолиться, благословить вас. Уже кто-то уехал в другие города, но у нас каждый раз из разных городов, из разных стран приезжают люди. И в этот раз это не исключение. Также были люди из Германии, Эстонии, из Казахстана. Кто у нас еще был? Узбекистан. Белоруссия, да. Из разных-разных стран. Давайте поприветствуем их. И если у вас есть какие-то свидетельства, я знаю, что вчера мы могли чуть-чуть поделиться, но если есть коротко свидетельства Божьей славы, что Бог для вас сделал в эти дни, я прошу, пожалуйста, можете несколько человек сказать, поделиться. Добрый день. Меня зовут Лариса, я из Сталина, из Эстонии. Господь сделал чудо. Я ехала на встречу с Богом, и Бог сделал чудо. У нас было задание, чтобы мы посмотрели, какое у нас сердце от Ольги Дмитриевны. Господь показал. Мое сердце, оно было наполовину закрыто серой пеленой, а вторая часть, она была красная и с большой дыркой. И следующее в течение дня, в течение недели Господь работал с нами. И в пятницу нам было снова вопрос такой, что стало с вашим сердцем? И я задаю вопрос, и говорю, Господи, а что с моим сердцем-то? Я помню только то, что было, а новое я не вижу. И вдруг в течение какого-то времени происходит чудо. И я вижу, как Бог, вижу вдруг новое сердце, оно алое, и написано, и так и идут титры. Новое сердце, новое сердце. И даже голос услышала. И потом физически я ощутила, как в моем плоти, в моем, ну, с левой стороны, с этой стороны, начало пульсировать новое сердце. Так что Господь сделал чудо. Коли сестра говорила о сердце, я то же самое хочу сказать. То же самое. Бог показал мне моё сердце, но оно было не полностью исцеленное. Вчера, вообще, каждый день было чудо. А вчера, когда драгоценные сестры, которые служили нам, приготовили нам зал, и мы вошли, я подошла, там была картина «Сад и скамейка». И я села на эту скамейку. И Господь сел со мной. И пошли потоки вод из глаз моих. И я плакала, плакала и плакала. Даже когда я встала, пошла вечерю, приняла и ходила, и потом пошла еще в молитвы. Но я молилась и говорила, Господь, я вообще не пойму, что такое. И он сказал, я исцеляю твоё сердце. Потому что неисцеленное сердце не может вместить то, что я хочу вложить в тебя. Я хочу расширять твоё сердце, но неисцеленное сердце, оно надломится. Поэтому принимай моё исцеление. Спасибо. Я могла бы очень много говорить. Я знаю, у каждого есть свидетельства. Но для меня это самое драгоценное, то, что я получила. Спасибо. Добрый день, дорогая церковь. Я на школу не собиралась вообще. Я уже говорила на ночной. Мне казалось, что это не для меня. Ну зачем? У меня все хорошо, слава Богу. Зачем мне сверхъестественное? Короче говоря, я дала слово, я это слово выдержала. Я пришла на эту школу. И сегодня я хочу просто сказать, что эта школа необходима абсолютно все. Ну кто-то говорил, может даже Ольга Дмитриевна, что создатель мобильного телефона вложил очень много функций в телефон, но активировано очень мало. Так и наш создатель в нас вложил очень много функций. Но эти функции не во всех раскрыты. И моё мнение, я считаю, что все согласятся, что школа сверхъестественного и призвана для того, чтобы все эти функции, в которые вложил в нас создатель, активировать, чтобы они работали и были плоды. Я считаю так. Еще два слова. Вы знаете, вот пусть я не собиралась на эту школу, но на второй день мне дарят рисунок. Пророческий рисунок. Все это хорошо. Через два дня мне дарят второй рисунок. Тоже пророческий. Что уникально. Люди с разного региона. Абсолютно. Но говорили слова, такие, как будто бы они рядом сидели. Слава Господу. Да, мы из Германии приехали. И у нас тоже очень живая, сильная церковь. И я думала, зачем мне сюда приезжать. Но уже год назад Ольга Дмитриевна мне сказала, приезжай на школу, ты увидишь, тебе что-то даст. И в самом деле я так благодарна Богу, что мы здесь. Нас оказалось четверо с Германии, с разных мест. То есть такая глубина. Я увидела, что можно еще намного глубже войти. И много свободы получила от многих разных предрассудков религиозных. И я так счастлива этому, что я могу войти в глубину. И хочу еще раз поблагодарить, потому что ваша церковь настолько посвящена, настолько сильно. И Ольга Дмитриевна, конечно, это для нас было такое благословение. Я благодарна Богу и вам, что вы такие сердечные. Посвященные люди. Спасибо вам. Большое спасибо вам за то, что вы расширяете сердце вместе с нами. За то, что вы нас принимаете. За то, что вы нас любите. И чем чаще я приезжаю, это уже, слава Богу, пятая моя поездка. Тем больше и больше я вижу, как любовь просто изливается через ваши сердца. Спасибо вам, Ольга Дмитриевна, за служение. Мы ждем вас в Беларуси. Спасибо, церковь, что вы нас принимаете и любите. И вчера, ну, кто знает, о чем я сейчас скажу, когда мы заходили в комнату, чтобы поменять одежду, я спросила, Господи, я знаю, что мне надо что-то на голову, чтобы утвердить вот этот, наконец, сиротский дух, этот отверженный, что она навсегда меня уже оставила. Я посмотрела, поискала платочек, но что-то не нашла, а потом увидела шапочку, одела шапку, сделала пророческое движение. И сегодня, когда Господь благословил нас в чудесной встрече в метро, тут одной сестричке мы тоже смогли послужить. И я смотрю, у нее корона, она идет с этим обручем, и я говорю, Господи, я так хочу эту корону, чтобы еще больше утвердиться. И она тут снимает, и я понимаю, что даже вот в этом такой как бы пророческий акт, и что с этой короной мне надо ходить не меньше 40 дней. Буду ли я ходить по улице? Буду, но я понимаю, что дома мне надо обязательно утвердиться, и слава Господу за всех вас, мы очень вас любим, спасибо большое. И с высоко поднятой головой, чтобы корону держать. Здравствуйте всем, я приехала второй раз на школу, и я так благодарна Богу и всем служителям за то преображение, которое я получила, за тот прорыв, который произошел вот в последний день. Я о нем так молилась, так просила, но никак почему-то, ну, какое-то движение, конечно, происходило во все дни, но в последний день в этой комнате это такой поток на нас Господь излил, поток такой любви, поток нежности и радости. Я так благодарна всем-всем-всем, кто служил вам, Ольга Дмитриевна, большое-большое спасибо. Драгоценные, вы знаете, я до сих пор до этого минуты, оказывается, не могла себя, знаете, отождествить со Христом. И школа закончилась, а мне какое-то неудовлетворение такое было. Я много получила на этой школе, очень много, исцеление, заново моего сердца, вот. Вот. И, знаете, Анечка, я так тебе благодарна за просто вот несколько слов в коридоре, уже уходя. Она говорит такое, как раздвоение. Иисус тут, вы тут, и вот это вот, да, и как бы, а я не понимаю, что со мной вообще происходит. А сегодня утром я проснулась новым человеком. Вообще совершенно. Я понимаю, что я, Иисус, я вообще неразделима с Ним. Я вплетена в Него, вплетена, услышьте, кто не может. Я вплетена с Ним, понимаете, вот одно плетенка такая. Меня не разделить от Него никак. Вообще. И вот эта песня звучала внутри меня. А со мной Адонай, а со мной мой любимый. Он мой щит, и он мой царь. Не надо мне себя защищать. Не надо. Мне только нужно верить, что Он со мной единое целое. И Он изливает на меня свою любовь потоком. Я даже не хочу останавливаться. Вот даже говорить трудно. Давайте мы поднимемся сейчас. Протянем руки в адрес тех, кто проходил школу. И вы знаете, радость за людей, которые проходили, даст вам возможность тоже попасть в этот поток. Не потерять те пути, которые вам будет Бог открывать. Я хочу оставить вам местописание, которое вы все, наверное, знаете, но чтобы вы вместе с ним уже дальше в свои города уезжали. И кто здесь остается, тоже шли. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте. Прокаженных очищайте. Мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Даром получили. Даром давайте. Господь, мы благодарим Тебя, что можем сейчас этим словом благословить каждого. Благословить, Господь, тех, кто был, Боже, пред Твоим лицом эти дни. Кто, Господь, погружался и искал Твоего лица. И мы просим сейчас, чтобы Твое благоволение, оно было на них. Мы просим, чтобы Твое, Господь, сейчас, Твой покров, Он был на них. И я молюсь о том, чтобы, Господь, мы как церковь, мы благословляем их. И мы молимся, чтобы, Боже, Твоя, Господь, живая рука, Твоя рука была щитом для них. Господи, мы благословляем каждого, чтобы то, что они приобрели в своих сердцах, они могли сохранить. Чтобы то, что они могли получить, Господь, за это время, они могли приумножить во имя Иисуса Христа. И чтобы оно не осталось в стоячем состоянии. Чтобы оно было распространено направо и налево. Чтобы оно было распространено на север и на юг, на запад и на восток. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Твоя милость, Господь, каждого из них покрывала во имя Иисуса Христа. Господь, чтобы эта радость, которая неподдельная, радость Духи, она не осталась только в течение вот этих дней школы. Но чтобы она умножалась в каждом дне, Господь, их жизни. Боже, чтобы были те люди, которые вокруг них поддерживают их. И те, кто служили, Господь. Я молюсь также и за них, чтобы Твое воздаяние пришло для них. Твое восполнение пришло для них во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за распространение славы Твоей через них. За распространение силы Твоей через них. И благодарю Тебя, что Ты защищаешь каждое семя, которое Ты посеял. И враг ничего не сможет украсть. Мы сейчас просто просим Тебя, Дух Святой, поставь печать. Поставь печать. Поставь свою печать на их дух, душу и тело. Во имя Иисуса Христа. И я также молюсь, чтобы тот творческий потенциал, который в них есть, для того, чтобы писать песни, для того, чтобы сочинять стихи, для того, чтобы творить, для того, чтобы рисовать, для того, чтобы создавать здания, для того, чтобы быть архитекторами или дизайнерами, для того, чтобы приносить эти решения удивительные в те сферы общества, в которых они находятся, чтобы все это приходило, Господь, и они не боялись и не останавливались. Господь, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, что в каждой стране, откуда они приехали, и также куда еще поедут, там будет Твое царствие распространяться. Мы благодарим Тебя, любимый наш и верный, и всю славу за все, что Ты делал, Господи, все, что мы слышали или, Господь, Твой народ даже не высвободил, мы отдаем Тебе, Господь, Тебе, Тебе, будь Ты прославлен, Господь, через все это, через каждого из нас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.